Я Бочкарева Кристина, мне 29 лет, я родом из Казани, последние два года проживаю в Москве, не замужем, работаю в правоохранительных органах, в своей работе нашла стабильность, но понимаю, что душа хочет вырваться наружу, душа требует другого, душа хочет как-то самовыражаться, мучают сомнения, очень часто сомневаюсь в принятии решений. Я хочу найти себя. И основательница первой в России Академии по поиску предназначения человека Саша Шанкара. Ведущая составила натальную карту Кристины и определила ее главные жизненные задачи. Сегодня Кристина узнает, какой путь для нее определили звезды и как его реализовать. Кристина, здравствуй, я очень рада тебя видеть. Скажи, чем я могу тебе помочь? Хочу, чтобы вы мне подсказали, как мне избавиться от моих сомнений. Сомнения меня мучают часто. Я очень самокритична. Я не позволяю себе ошибаться, а так как я живой человек, в любом случае ошибаюсь, и я потом просто за это внутри себя сжираю. Давай разберемся в природе твоих сомнений. Может быть, это с детства идет. У меня осталась обида на отца. Папа почему-то мог, например, позволить себе так сказать, так, вот будешь плохо учиться, будешь ворником, будешь уборщицей. Слова вот его, да, они были необоснованы. Я вообще, кстати, училась хорошо. Очень, лет до 14, была чуть ли не отличница. Очень часто меня сравнивал с дочкой своего друга. Вот, посмотри, вот у него дочка какая-то. Ну и потом мог сказать, а ты вот че? А ты вот. То есть он не гордился тобой, а гордился кем-то другим? Он как-то не принимал меня. Я у него всегда была хуже кого-то. Я задавалась вопросом, вот, ну, про себя, да, в те моменты, а что со мной не так? И мне кажется, он даже до сих пор меня не принял. Что ему не расскажешь? Все равно я не такая, я не так сделала, его не устраивает. Он ставит под сомнение вообще меня, и я... То есть он до сих пор так делает? В последнее время мы с ним достаточно как бы редко общаемся, ну, потому что я очень-очень закрылась, и разговоры мне с ним даются нелегко. Не знаю, вот бывает такое, не знаю почему, когда я вижу, что мне папа звонит, меня же прям вздрагивает. С мамой какие у тебя отношения? Теплые? С мамой у меня, да, у меня очень-очень близкие теплые отношения. На маму тоже там присутствуют какие-то такие вот обиды, когда родители развелись. Мне, наверное, не хватало внимания, да. Я ее понимаю, да, что вот она, ей было там 35-36 лет, наверное, на тот момент, что ей ведь и личную жизнь хотелось тоже устраивать. У меня переходный возраст, родители развелись, и я вот такая, и что мне делать, как будто я никому не нужна. А что должно такое произойти, чтобы ты отпустила эту ситуацию и простила маму? Я не знаю. Я уже понимаю, я уже хочу просто это все из головы. Забыть хочешь? Я хочу просто забыть, хочу уже это все вот просто из головы это все вытащить. Но с детства-то это все осталось, особенно вот это папино сравнение, то, что я даже не знаю, как это правильно назвать, что вот там... Ну, это детские травмы, которые недолюбили, получается, ребенка, и отсюда, и неуверенность в себе. То есть ты не уверена была в том, что ты нужна такая, какая ты есть своим родителям, понимаешь? Отсюда и накопление вот этой вот неуверенности. Я прям всей душой хочу это все отпустить, все это простить, потому что все-таки мне уже почти 30 лет, мне уже пора свою семью строить. Очень важно иметь хорошие отношения с отцом для того, чтобы построить свои будущие отношения с мужчиной. Ты это знаешь? Да, вот, наверное, это тоже сказывается на моих вообще отношениях. Последние отношения у меня как бы такие неудачные. Что было не так? Эмоционально, морально тащила все на себе я. Мы никуда не ходили. Не было там каких-то подарков, каких-то ухаживаний. У человека вообще там ветер в голове. На роль мужа он не тянет. На роль мужа он не тянет. Мне уже хочется побыть девочкой, чтобы обо мне заботились. Есть такие гороскопы, которые мы называем партнероориентированными. Это не вариант Кристины. У нее очень самостоятельный гороскоп. Для нее первостепенным идет реализация и затем партнерские отношения. Как только она начнет заниматься самопрезентацией, обязательно появится мужчина мечты. Чем ты занимаешься? Я сотрудник правоохранительных органов. Моя работа, она меня устраивает как стабильная работа. Я ценю свое место. Я очень рада, что я добилась этой работы. Но я хотела вообще сниматься в кино именно в мелодрамах. Не знаю, почему. Актрисы хотела сказать. Актрисы. Именно мелодрам наших российских. Не знаю, почему. Это интересно. Почему ты не рискнула, не попробовала? Не было смелости у меня тогда. Не было как бы и финансов, потому что обучение платное. Потом плюс... Это, знаешь, такая частая отговорка всех людей, которые говорят, я родился в бедной семье, у меня не было возможностей. Это либо лень, это либо нежелание искать возможности. Когда человек хочет, он предпринимает что-то. У Кристины лунный узел Раху в третьем доме, поэтому она не доводит ничего до конца. Всем ребятам с позиции Раху в третьем доме на заметку. Идите к своей мечте, потому что в 80 лет вы однажды проснетесь и поймете то, что вы не попробовали. У тебя дом славы очень сильный, и там расположена Луна и Венера. То есть Луна и Венера — это две женские планеты. Ты как женщина хочешь себя проявлять на сцене. Тебе нужно туда. То есть ты не просто так этого хочешь. Каждой женщине, которая мечтает встретить мужчину мечты, важно делать акцент на доме, в котором расположена Венера. У Кристины это дом славы. Не будет славы, не будет мужчины. Твое предназначение — это быть телеведущей. Серьезно? Да, социальных программ, новостных программ. Крутяк. Да. Сейчас мне что-то... Серьезно? Ты услышала свое предназначение и расплакалась. Ну что ты? Ну что вы такое-то? А, что? Так я думаю, да ну. И вот у меня опять сомнение. Да ну, да нет. Наверное, чтобы меня утешить. Интересно, неужели это с внутренними ощущениями совпадает? Это очень совпадает с внутренними ощущениями. Похоже, невероятно сильный дом славы. Ты должна блистать. Ну все. Смотри, ну есть и слабые места в твоем гороскопе. Давай так, чтобы ты поняла. Меркурий у тебя очень сильный. То есть ты прекрасный коммуникатор. Тебе нужно взаимодействовать с людьми. Но область взаимодействия, то есть дом, отвечающий за коммуникацию, это самое слабое место. То есть ты хочешь выговориться, ты хочешь говорить, ты хочешь взаимодействовать с публикой, но что-то тебя внутри останавливает. Ты как будто бы не действуешь. Сомнения. 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 Но ты понимаешь, что у тебя очень самостоятельный гороскоп. Тебе не принесут на блюдечке твою реализацию. Тебе нужно самой брать за себя ответственность и идти в эту реализацию. Тебе нужно делать, тебе нужно что-то предпринимать. Это все идет от того, что я боюсь ошибиться. Наверное, начиная с этого момента, нужно научиться прощать себе ошибки. Я, наверное, вот этим и сейчас и займусь. Кристина, именно поэтому я и приготовила для тебя очень интересное испытание, которое, я надеюсь, раскроет все секреты того, как непросто выбирать такое предназначение. Но очень интересно. В субботу. Я не могу уже сдерживать себя. В предыдущей серии. Тактика есть тактика. Они объединились, чтобы избавиться от сильного конкурента. Наследники ведут себя бесчеловечно даже в рамках игры. Я готов уйти отсюда. Иди, выдохни, хорошо? Кто следующий станет их жертвой? Если у нас есть команда, очень глупая, шестью голосами не распоряжаться правильно. А кто не переживет новое испытание? Мы всех перепугались. Наследники и самозванцы. В субботу в 22.00 на ТВ3. Прямо сейчас Кристине предстоит снять свой первый репортаж. Ее наставником выступит телеведущая Светлана Зейналова. Сможет ли Кристина побороть свои страхи и сомнения и, наконец, начать действовать? Здрасте. Здрасте, Кристина. Меня зовут Светлана. Заходите, не бойтесь. Я только на первый взгляд страшная. Я каждое утро вас перед работой смотрю. Можно вас обнимать? Ой, конечно, давайте я вас обниму. Так приятно вас видеть, Кристиночка. Я приехала сюда специально ради вас. Нашла симпатичного мужчину для вас. Его зовут Джак. И он вам расскажет именно самое главное наполнение вашего сюжета. По-научному как это называется? Роу-джампинг. Роу-джампинг. Она начала рассказывать, что сейчас как бы будет в сюжете. Это было интересно. И у меня не было опыта даже как-то там в прикол, в шутку. С вами говорите привет. Это Кристина. Я нахожусь там-то-там-то. Сейчас мы с вами научимся вместе прыгать с веревкой. Роу-джампинг. Чего? Чего думаю? Как бы прыгать вообще? Так, Кристина, я тебе вот вручаю этот торжественный праздничный микрофон черного яркого цвета. И сейчас вот все, что мы с тобой говорили, попробуй сделать сама. Так, три-два. В кадре. Всем здравствуйте. Меня зовут Кристина. Сегодня мы освоим с вами прыжки с веревками. Хочу вас познакомить с профессионалом в этом деле. Давайте узнаем у него все поподробнее. Жак, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, где мы находимся. Конкретно сейчас мы находимся под вышкой, с которой, собственно, и осуществляются эти самые прыжки. Давай зададим с тобой еще один вопрос. Скажи, что, Жак, вот я сейчас хочу прыгнуть с этой веревкой. Как справиться со страхом? Давай. Жак, подскажите мне, пожалуйста, я сейчас хочу прыгнуть с веревками. Как мне справиться со своими страхами? Как мне взять себя в руки вообще? Сначала все забывала. Не с первого раза у меня получалось повторить то, что она хотела. Только покороче. Жак, вы сказали про страх. Вот я сейчас пойду прыгать. Как справиться со страхом? Вот как профессионально. Все четко. Ой, в моем возрасте у тебя все будет так же четко. Давай. Жак, я сейчас хочу прыгнуть. Как мне справиться со страхом? Подскажите, пожалуйста. Стараться не перебарывать свой страх, а принять его и стараться сделать его своим мотиватором. Я готова справиться со своим страхом. Вы, если что, поможете мне? Конечно. Для этого мы здесь и есть. Я до последнего как бы не верила, что мне нужно будет прыгнуть. Я думала, что это так чисто для сюжета. Кристин, можешь понаслаждаться видами. Высота 37 метров, порядка 12-13 этажа обычного стандартного панельного дома. Вниз я вообще не смотрела. И у меня был такой страх просто сорваться. Я почувствовала по своим ощущениям, что мне нужно преодолеть свои страхи. Ну все, вперед, я пошла. Что делать? Я тебя держу, перелезай. Я точно себя пристегнута? Да. Меня держите пока? Конечно. В этот момент внутри сказала себе соберись максимально. Даю отсчет. 5, 4, рэди, сет, гол! Сделала я это, молодая! Круто! Круто! Молодец! Молодец! Ой, Светлана, спасибо! У меня были и слезы, потом и радость. Потом я, по-моему, опять всплакнула. Главное, я помнила про камеру. Ответственно к этому подошла, что мне нужно себя снять. Я переборола свой страх, эмоции просто невероятные. Спасибо вам большое, спасибо за поддержку, спасибо вот за все, что сегодня произошло. Я это сделала, а вот сделаете ли это вы, а вот сделаете. Кристина очень цельная, очень собранная девушка, она очень эмоциональная, и ей нужно немножко еще уметь вот справиться со своими эмоциями. Конечно, она только начинающий журналист, она сегодня первый раз что-то пробовала. Кстати, она попробовала на 5 с плюсом, она большая молодец. Я думаю, что у нее должен получиться хороший сюжет. Ну, думаю, для первого раза у меня неплохо получилось сегодня. В принципе, я с собой на 90% точно довольна. Кристина уже прошла большую внутреннюю трансформацию и сейчас готова преобразиться снаружи. А превратиться в телеведущую ей помогут. Популярный эксперт телевизионных фэшн-проектов, преподаватель Центра индустрии моды при Московском государственном университете Алексей Сухарев. Парикмахер, звездный стилист и победитель международного конкурса парикмахерского искусства Алексей Нагорский. Бьюти-эксперт, визажист кино и телепроектов, а также официальный визажист Полины Гагариной Юлия Тимонина. Здравствуй, Кристина. Здравствуйте. Назови нам свое предназначение. Телеведущая новостей или социальных программ. Как, по-твоему, должна выглядеть ведущая теленовостей? Ну, наверное, ярко. Уже ошибка. Я нажимаю кнопку. Скорее всего, это классика. Совершенно верно. Классика. Какие-то классические брюки широкие, какой-то жакет или пиджак, может быть, слегка удлиненный. Самое важное, каким качеством должна обладать телеведущая, это быть полностью готовой к работе с профессионалами. Не спорить с ними. Даже если, возможно, они предложат тебе слишком кардинальные какие-то перемены, к которым ты не готова. Например, очень короткая стрижка. Только, пожалуйста, не мальчика. Только, ну, стрижка не под мальчика и не черные. Просто, мне кажется, если будет черный мальчик, я не выйду из дома, пока они не отрастут. Я уйду в себя, мне души надо раскрываться. Блин, это все. А ты считаешь, что с черным ежиком на голове ты не раскроешься? С ежиком? А, я сейчас как-то стуканула аж. Ну, серьезно, только не черный пацан. Господи, Господи, услышь меня. Ну, все, я доверяю. Ну, куда деваться, у меня выбора нет, блин. Ну, все, ну, что? Прекрасно, вложим. Ну, конечно, блин. Повеселимся, наконец-то. Я уж, ну, конечно, я, блин, на позитиве стараюсь держаться. Мне что это тут сейчас, блин? У тебя прекрасно получается. Ну, блин, я... Все, не теряй этой позитивной волны, пойдем работать. Ну, что, телеведущая Кристина, давай посмотрим на твой веселенький гардероб. Рассказывай, что это за вещи пятилетнего ребенка? Не, ну, мне все мои футболочки нравятся. Да, я понимаю, что они очень дороги твоему сердцу, это чувствуется. Она, видимо, пошла в детский отдел и вынесла все футболки на девочек пяти-шести лет. Это так умелело вообще. Футболочки, они не маленькие, они просто укороченные. Телеведущие как бы не сидят в эфире вот в этих вот футболках. Более того, телеведущая — это девушка, которая все-таки бывает на виду, правда? Ты можешь пойти в магазин, например, за крупой, тебя могут узнать. А ты у нас в майке пятилетней девочки. То есть я даже не могу в магазин сходить в такой? Получается, что теперь нет. Придется держать марку, знаешь ли. Я все равно буду эти футболочки носить, потому что они мне нравятся. А спать? Нет, спи в чем угодно. Если ты, конечно, не на улице спишь, знаешь, где тебя могут увидеть. Ой, конечно, забавная ты девушка. Ну, мне кажется, что, во-первых, нужно посмотреть на новые формы джинсов. Я рекомендую присмотреться к джинсам с завышенной талией, но широким и длинным, потому что они сделают ноги еще длиннее, чем они есть на самом деле. Потому что часто укороченные джинсы укорачивают чуть-чуть ноги. Но отныне их надо будет сочетать с чем-то более серьезным. Попробуем, например, вот такой вот вариант. Да, очень неплохо. И давай попробуем вот такой вот, например, жакет. Классно. Держи. И приподнимем тебя на каблук, но не на слишком высокий. Например, вот на такой. Ступая переодеваться, я тебя жду. Равни спину. Молодец. Ну что? Классно. Жакет классный. Мне понравился и цвет. Я, в принципе, достаточно комфортно себя чувствую в черном. И материал мне очень понравился. Жакета. И то, что он укороченный такой. Да, ну как все твои футболы. Да, да, да. Чтобы было привычным. Понимаешь? Ты знаешь, это прям вот образ телеведущей, потому что сверху у тебя такой представительный образ, а внизу под столом у тебя уже джинсы. Можно еще, понимаешь, шляпу вот такую, например, надеть. Но это, конечно, не в кадр не работать, а так, чтобы этот образ, например, дополнить и куда-нибудь еще в нем отправиться. Шляпу я никогда не носила. Вообще, ну, в принципе, даже кепки. Может, я считала, что они мне не идут. Ну, весь образ, который мне подобрал Алексей, мне по душе. Мы постигли с тобой новые какие-то скажем так, азы стиля в финале. Я думаю, ты будешь приятно удивлена. Кристина, волнуешься? Очень-очень-очень. Я бы очень вас попросила максимально сохранить мне длину, так как вы знаете, где я работаю, и мне важно, чтобы у меня волосы были собраны, хоть маленький, там, сантиметровый хвостик выприт. Ты вот поглядываешь на тележку. Увидела там машинку. Меня это ужасно просто испугало. Я думаю, где же меня там будут и что отбревать? Ты сказала, что тебе нужно собирать волосы в хвост. Ну, давай мы их соберем. Когда Алексей подошел ко мне сзади с этой включенной машинкой, у меня внутри все сжалось и омолила просто, чтобы у меня остался хоть какой-то вот такой минимальный хвостик. хвост собираются. Ну, ничего. Проверил. Давай приступим к окрашиванию. Ты сейчас говоришь мне о своей работе, что там тебе нужно собирать волосы в хвост, но у тебя ведь совершенно иное предназначение. А разве, будучи телеведущей, нужно собирать волосы в хвост? Не обязательно, но я не только из-за работы прошу максимально сохранить мне длину, чтобы не хвостик. Начинается. Ты тут только что мне говорила, что вот, только не убирай, потому что по работе надо, оказывается, работать ни при чем совершенно. Нет, и по работе, и по, как говорится, моя личная просьба прямо от души. Кристин, ты можешь меня сколько угодно уговаривать ставить себе длину, но финальный результат ты увидишь только в зеркале. Кристина, расскажи, как много у тебя косметики в твоем личном пользовании, и как часто ты делаешь макияж? Есть тональное средство, румяна, блеска для губ. Но пользуюсь очень-очень редко за последние два года, я не знаю, там раз, три, четыре. Почему? Ну, я начала наращивать ресницы. Я категорически против наращенных ресниц, потому что хорошо они выглядят буквально первые несколько дней. Сейчас огромное количество различных видов туши, поэтому вы можете использовать абсолютно любую в зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться. Много продуктов, которые создают эффект накладных ресниц. Скажи, пожалуйста, знакома ли ты с таким орудием пыток, как керлер? Ну, вообще знакома, да, но не пользовалась. Керлер нам поможет распахнуть твой взгляд и сделать ресницы более открытыми. Абсолютно не нужно его бояться. Смотрим вот сюда. Легким движением мы их подкручиваем, благодаря чему реснички у нас приобретают нужное направление. Если честно, мне уже хочется поскорее увидеть реакцию Кристины. Такое. Воздуха набираем. И открываем. Какая ляля. Ну, звезда. Ну, звезда. Звезда. Ну, звезда, но по-другому не сказать. Прикольно. Ну, что еще сказать? Ну, прикольно. Нет. Прикольно – это хорошая характеристика. Конечно. Мне нравится. Нормальненько. Ну, блин. Стрижка – прикольная. Накрашивание – нормальненькое. Блин, 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 блин. Мы прикольненько накрасили глаза, классненько сделали губы. Прикольненько, классненько, нормальненько. Конечно, как и телеведущей любой, даже самой несерьезной программы, ей придется немного почистить свой лексикон. Но в целом, в целом, она звучит очень убедительно. Мне нравится. Что бы ты подумала о девушке, которую видишь в зеркале, если бы она мимо тебя прошла? Блин, я не знаю, что сказать, если бы я такую видела. Ты бы ее заметила? Ну, естественно, заметила, я вся блещу, и он розовый. Естественно, блин, такая мадама, блин, прошла. Кристина, она необычная, она очень самобытная. В ней много харизмы и, как говорят обычно про телеведущих, неформатная. И очень хотелось как-то отразить это в ее образе, показать, что вот она соткана из противоречий. Именно поэтому в ее луке появился спортивный свитшот с нарядными такими брюками из пайеток. Блин, вы большие молодцы, и я вам желаю больших успехов. Ну, а я отправлюсь в новый день. Стою в три. Я могу, да? Блин, ну ладно, отправляйся в новый день тогда, что уж. Спасибо. Кристине предстоит прожить свой новый день в качестве телеведущей. И прямо сейчас она проведет первое в своей жизни интервью, гостем которого станет журналист Лаура Джугелия. Доброе утро. Меня зовут Кристина Бочкарева. Сегодня мое первое интервью, и у меня в гостях журналист, блогер, основательница своего канала Лаура Джугелия. Лаура, здравствуйте. Здрасте. Рада познакомиться и благодарю за приглашение. Я настолько волновалась, что у меня вспотели даже ладушки. Я сама от себя этого не ожидала. Вроде все, когда начиналось, я была такая спокойная, думала, вот сейчас как спрошу. Лаура, у вас очень красивое редкое имя. И думаю, наверняка вы знаете, что в переводе с латинского оно означает увенчанная славой и победительница. Как вы считаете, совпадает ли значение имени Лаура с вами в реальной жизни? Вот как-то увенчанная слава. Это вообще, мне кажется, не про меня точно. Ну, по крайней мере, пока. Мне понравился вопрос. Заставило меня немножко задуматься об этом, потому что я, честно говоря, не знала значения своего имени. По вашему мнению, какими качествами должен обладать человек, чтобы добиться успеха, например, в сфере журналистики? большим желанием. Это главное? Ну, мне кажется, когда есть большое желание, которое сопряжено, естественно, с тем, что ты усилия какие-то прилагаешь, тогда все получится. Видно было, что Кристина очень волновалась. При этом, мне кажется, она старалась сохранять лицо, так скажем. Слушала каждое мое слово, она была очень внимательна. Мне кажется, что она для первого раза хорошо справилась. Скажи, Кристин, готова ли ты следовать своему предназначению? Да, готова. Мне это было интересно и после участия, так скажем, в этом шоу мне стало это еще интереснее. Дружочек, я тебя поздравляю. Спасибо. Чтобы Кристине реализовать свое предназначение, ей очень важно испытывать весь спектр эмоций. Вот я желаю Кристиночке не забывать об этом. Пусть каждый раз, когда она в себе сомневается, помнит то, что именно это предназначение даст ей тот спектр эмоций, который она нигде не испытает. Только сцена, только телевидение.